ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Существующий порядок выдачи водителям медицинских справок будет действовать до 1 января 2022 года. Такое решение принял Минздрав. Ранее планировалось, что новые правила освидетельствования, включая тесты на хронический алкоголизм, вступят в силу в 2021 году. Эта история, напомню, началась чуть более года назад. В ноябре 2019-го водители обязались сдавать анализы, позволяющие выявить упомянутое заболевание. В результате стоимость медсправки подскочила в несколько раз. Теперь власти обещают обойтись без ее подорожания. ТРАССА 101 Учился на права один человек, а пришел сдавать экзамены другой. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, МВД просит предусмотреть на практическом испытании видеосъемку. Снимать надо лицо кандидата в водителя, чтобы потом сверить изображение с фотографией в его паспорте. Кроме того, перед контрольной поездкой экзаменатор обязан будет вслух произнести фамилию, имя и отчество испытуемого. ТРАССА 101 В госавтоинспекцию поступило предложение внести в ПДД ряд поправок, касающихся мотоциклистов. Они должны повысить безопасность байкеров. Например, предлагается разрешить им пользоваться на загородных трассах мерцающими ходовыми огнями, чтобы их было лучше заметно. Кроме того, мотоциклистам могут разрешить парковаться на тротуаре, если он достаточно широкий, и это не помешает пешеходам. ТРАССА 101 Вот это нонсенс. ГИБДД согласилась отменить почти 140 тысяч штрафов на общую сумму 205 миллионов рублей. Речь идет о водителях, попавших в объектив дорожных камер на одном из участков в городе Химке. Как выяснила прокуратура, там временно перекрыли движение, и автомобилистам пришлось выезжать на полосу для общественного транспорта. Штраф в полторы тысячи рублей. Однако, по мнению блюстителей закона, местные власти обязаны были предусмотреть маршрут, позволяющий шоферам не нарушать ПДД. Посему все получатели писем счастья должны быть реабилитированы. ТРАССА 101 Российские страховщики назвали автомобили, чьи штатные противоугонные системы труднее всего взломать. В испытаниях участвовали 10 автомобилей, относящихся к разным ценовым категориям. Победителем соревнования стал Mercedes-Benz GLE. Серебро досталось Mazda 6, бронза Infiniti QX50. Также в пятерке оказались Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Меньше всего баллов набрали Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова